Бомбарбия! Киргуду! Что он сказал? Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка. Шутка. Кинопоиск представляет Кинотеатр «Родина». Подкаст об отечественном кино. Выпуск 3. 95 лет Леониду Гайдаю. Сам Евгений родом тоже из Иркутска, как и герой его книги. И первый вопрос. Насколько я понимаю, в Иркутске до сих пор существует некий, может быть, такой громко будет сказано, но культ Гайдая, потому что там всячески оберегает его память, занимается следом его творчества. И ваша книга, кажется, по-моему, не первая, которая выходит именно в Иркутске про Гайдая. Был, кажется, еще спорник воспоминаний, связанных с его юными годами. Да, это не первая книга. До этого выходила в 2012 году книга нашего местного режиссера, журналиста, краеведа Владимира Березина. Она называлась «Леонид Гайда. Иркутские страницы». И я ее использовал в качестве одного из основных источников, из которых я мог подчеркнуть информацию о иркутском периоде жизни Гайдая. Но, насколько мне известно, вторая книга, написанная иркутским автором, это именно моя, и других не было. Я решил обратиться к Гайдаю, потому что с детства это был мой любимый режиссер. И, пожалуй, это был вообще первый режиссер, которого фамилию я узнал, потому что его фильмы всегда отличались, в лучшую сторону выделялись из массы прочих. И поэтому Гайдай, можно сказать, был мне известен еще в дошкольном возрасте. Потом я увлекся литературой уже после кино. И уже будучи взрослым, только я открыл для себя нон-фикшн, биографическую литературу. И, в частности, серию ЖЗЛ. И я сразу обратил внимание, что в этой серии почему-то кинематографистам вообще всем уделено минимальное внимание. Очень мало книг про режиссеров, про актеров, кино выходило в этой серии. И я думал, что самая напрашивающая фигура, о которой стоит издать книгу в серии ЖЗЛ, это Леонид Гайдай. Много лет ждал, что кто-то это напишет. Но поскольку никто не написал, мне пришлось сделать это самому. И еще до этого, конечно, я обратил внимание, что о Гайдае в принципе мало литературы. Как я указал в своей книге, все книги, полностью посвященные Гайдаю, можно перечесть по пальцам одной руки. И это не фигура речи, а объективная истина. Почему так произошло? Ну, потому что киноведы, те, кто профессионально занимается описанием кино, кинокритикой, они всегда склоняются более к чему-то элитарному. Вот, например, Тарковский, если из нашего кинематографа. О Тарковском буквально десятки книг существуют, хотя его фильмы всегда имели интерес только у узкой прослойки населения. Но Тарковский считается мэтром, настоящим режиссером, а такие, как Гайдай, это, мол, что-то массовое. Вот именно популярность Гайдая среди самых широких слоев населения, она, по-моему, сыграла с ним вот такую злую шутку, что его именно в профессиональных кругах, как кинематографических, так и журналистских, кинокритических, никогда не воспринимали всерьез. То есть то, что массово, то не популярно. Хотя на самом деле, если углубиться, если присмотреться, то видно, что именно фильмы Гайдая может быть самое трудное, что, в принципе, можно создать в кинематографе. Вот именно такие фильмы рассчитаны абсолютно для любого зрителя. Но если Пушкин с самого детства писал стишки, он сразу понял свое призвание, то Гайдая шел довольно долго к тому, чтобы осознать, что его призвание – это именно кинематограф. Это произошло где-то только, когда ему было уже более 25 лет. Но до этого, с самого детства, Гайдая стремился к творчеству. Он знал с ранних лет, что будет актером, был уверен в этом. И так оно и случилось. Он стал актером Иркутского драматического театра. Но как только он им стал, он понял, что претендует на большее и не без оснований. Поэтому он поехал во ВГИК. Там блестяще закончил режиссерский факультет. И после такого вводного периода его творчества, в котором у него были неудачи, в котором он пока не мог выйти на свою дорогу по разным причинам. Это продолжалось до 61-го года, когда он снял свой определяющий в его биографии короткометражный фильм «Пес, барбос и необычный кросс». И с тех пор, с 61-го года, он никогда не изменял вот этому своему направлению. Эксцентрическая комедия, наитруднейший жанр. Гайдаю была близка именно комедии. Опять же, это идет с детства. В то время, как вся страна в середине 30-х была без ума от Чапаева, Гайдай был поклонником другого кинематографиста со схожей фамилией – Чаплин. Фильмы Чаплина он пересматривал всю жизнь перед каждым просмотром. Он даже заказывал себе в Госфильмофонде фильмографию Чаплина и обязательно ее просматривал. Это был его кумир. Еще в детстве он понял, что это ни на что не похоже, это именно то, чем он хочет заниматься. И Чаплин действительно в 20-х, в 30-х был тем же в мировом масштабе, чем потом Гайдай стал, к сожалению, только в советском масштабе. Идеальным кинематографистом, чьи фильмы были рассчитаны на любой возраст. Гайдай пришел к эксцентрической комедии именно на своем первом эксцентрическом фильме «Пес, Барбос и необычный кросс». И все убедились, и он сам убедился, что это у него получается идеально, прекрасно. Он просто создан для этого жанра, поэтому он его никогда не изменял. Хотя на уровне мечтаний он всегда планировал, что неплохо бы для разнообразия снять мелодраму или что-нибудь другое. Но у него всегда находились на этом для самого себя даже масса отговорок. Например, для Гайдая очень было важно, как зритель воспринимает его картину. И в отличие от большинства режиссеров, что интересно, почти все режиссеры говорят, что они не могут смотреть свои фильмы, когда они уже сняты, им стыдно, им некомфортно, они видят, что ничего не получилось. Гайдай, наоборот, очень часто пересматривал свои фильмы и особенно любил это делать со зрителями, потому что понятно, что на его фильмах всегда зрительская реакция самая бурная, самая активная, и это Гайдая очень привлекало. И по поводу мелодрамы он говорил так. Хорошо бы снять мелодраму, но как узнать, тронула она зрителя или нет? Допустим, она будет очень грустной, прекрасной мелодрамой, на которой все расплачиваются, но ведь этого не поймешь даже со стороны. Может быть, кто-то тихонько в зале будет плакать. А когда ты снял комедию и она получилась, то любой просмотр со зрителями сразу тебе даст понять, удачный фильм или нет. Вот это привлекало Гайдая. Ну и он сам любил веселое кино, того же Чаплина, и видел, что, в принципе, некому больше этим заниматься, ни в сковетском кинематографе, ни даже толком в миромом того времени. Поэтому, сознавая свою исключительность даже, он прекрасно знал себе цену, хотя всегда держался подчеркнуто скромно и ни на что не претендовал. Вот я думаю, что человек нашел себя. В этом отношении он был счастлив. Известно, что Гайдая был довольно мрачным человеком в жизни и не остряком, если чеком, как можно было бы ожидать, глядя на его фильмы. Это правда? Действительно, это подтверждают все практически, кто работал с Гайдаем, а все, кто с ним работал, это начиная с 60-х годов, когда он начал активно заниматься кинематографом. Но они не знали раннего Гайдая. А Гайдай в первую половину своей жизни был абсолютно не таким человеком. Он с детства был весельчаком, он в школе был главным шутником, палагуром, и долгое время оставался таким человеком, можно сказать, всю первую половину своей жизни. То есть годов до 35. Но именно вот примерно в этот период, в 30-30 чем-то, с ним случился неприятный и даже в каком-то смысле катастрофический инцидент. Он снял свой фильм «Жених своего света», прекрасную комедию, которую все хвалили, все прочили ей блестящее будущее, хорошие приемы зрителя. Но эта комедия показалась чересчур смелой, чересчур сатирической, и тогдашний министр культуры Михайлов был взбешен этим фильмом, чуть ли не потребовал положить партбилет от Гайдая на стол, а если бы он действительно потребовал это всерьез, то Гайдая, вероятно, никогда бы не снимал кино, потому что режиссер, которого исключили из партии, перестает существовать как режиссер в то время. Но Гайдая выручили его коллеги, Иван Пырьев очень ему помог. Фильм выпустили в ограниченный паркат, сократили его вдвое. Когда Гайдая его посмотрел, он сказал, это не мой фильм, здесь ничего не осталось от меня. И, к сожалению, он даже не позаботился о том, чтобы сохранить то, что было утрачено. И этот фильм мы никогда уже не увидим в том виде, в котором он был снят. Это чрезвычайная ситуация, когда на волоске висела дальнющая судьба, карьера Гайдая. Она его в каком-то смысле подломила, он закрылся, он перестал быть висичеком и стал внешне мрачноватым. То есть он просто стал закрытым человеком. Но на самом деле самые близкие его люди подтверждают неизменно в интервью последних лет, что Гайдай все-таки в самом близком кругу нисколько не был мрачным человеком, он остался таким же веселым, шутником, все так же продолжал разыгрывать всячески своих близких. Просто он стал очень сдержанным, холодным практически со всеми, кто не входил в его ограниченный близкий круг. И поэтому он производил такое впечатление. И даже актриса, которая снималась у него один раз, всего Шагалова, в фильме «Не может быть», она была его соседкой по дому. И даже она на съемках удивилась, почему Гайдай производит такое мрачное впечатление. Здесь еще можно подметить один штрих. Гайдай просто очень сосредоточен был на съемках. И вот в ответ на это изумление Шагаловой он сказал, дело в том, что не мне должно быть смешно, а зрителю в итоге. Поэтому Гайдай, в отличие от Рязанова, никогда не смеялся, например, на съемочной площадке. Рязанов, открытый, очень экспансивный человек, всегда ярко выражал свои эмоции о той или иной сцене, которую сам же и снимал. Гайдай в этом отношении был противоположностью. Он снимал свои фильмы без тени улыбки. Как подтверждают, опять же, в интервью его коллеги, которые с ними работали, бывало так, что вся съемочная группа буквально хохотала. Гайдай даже не улыбался. Он очень был сосредоточен, поглощен процессом. Поэтому, может быть, он и производил мрачное впечатление внешне. Дорогая царица, очень рад. Очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Что еще было характерно для Гайдая? Он был гением монтажа. Вообще всякий режиссер по определению должен быть гением монтажа. И по фильмам Гайдая очень хорошо это заметно, что у него, во-первых, очень много склеек. Это было не свойственно тогда кинематографу в принципе, не только советскому. В этом Гайдай наследовал с одной стороны советской школе немого кино, авангардному кинематографу Эйзенштейну, Пудовкину. С другой стороны, вместе с монтажом, он точно знал, как смонтировать идеально картину, чтобы она воспринималась безупречно. Гайдаю также было свойственно блестящее чувство ритма, темпа. В этом его предшественника можно назвать американского мультипликатора Уолта Диснея. Замечательные короткометражки, которые всем известны. Микки Маус, Дональд Дак и так далее. И, как известно, Уолт Дисней скрупулезно подходил к каждой короткометражке, производимой его студией. На тестовых просмотрах Дисней заходил в просмотровый зал с секундомером, и если в течение 30 секунд никто не смеялся, он записывал это и потом заставлял мультипликаторов вставить туда какой-нибудь гэг. И таким образом он добивался, чтобы смех на его мультфильмах не смолкал ни на минуту. Если бы в Советском Союзе существовала практика тестовых просмотров, Гайдай наверняка бы тоже воспользовался этим. Но у нас такого не было. Но тут Гайдая выручала его блестящая интуиция. И, кстати, с секундомером он тоже не расставался, но именно во время съемок. То есть он буквально при каждой постановке очередной сцены фиксировал на секундомере, сколько она длится. Если ему казалось, что это медленно, он попросил бы актеров ускориться. И таким образом он добивался своего изумительного темпа. Тут у него можно подметить еще даже интересный такой момент, который, в принципе, ни у каких режиссеров в таком ярком, выпуклом виде не встречается. Гайдай настолько ненавидел всякую лишнюю секунду на экране, ни одна секунда не должна была пропадать даром. Поэтому у него очень короткие фильмы, но очень насыщенные. То есть ему даже не хотелось показывать, например, когда человек поднимается по лестнице в том темпе, в котором это происходит в жизни. И он слегка это ускорял. То есть у него во многих фильмах можно заметить вот эту тенденцию, когда человек очень быстро пробегает. Не слишком быстро, но именно вот слегка убыстренно. А иные комедиографы, они грешили как раз чрезмерным убыстрением, и это уже смотрелось чересчур. Вот все помнят шоу Бенни Хилла, вот как у него там носятся эти его персонажи во многих скетчах. Это вот то, до чего Гайдай никогда не доходил. Он всегда безупречно оттачивал. То есть темп, монтаж, врожденное чувство того, что будет смешно, он заранее это чувствовал каким-то шистым чувством. Ну и, наконец, Гайдай был профессиональным актером, и поэтому он прекрасно знал, как надо работать с актерами. И можно даже подметить такую тенденцию, что об этом говорила Нина Гребешкова, что она смотрит его фильмы сегодня до сих пор, и в каждом герое гайдаевских фильмов она видит своего мужа. То есть Гайдай буквально каждому актеру демонстрировал, как надо играть в его фильмах, в его особенном гайдаевском стиле. Поэтому, хотя многие коллеги Гайдая выражали сожаление, что такой блестящий комический актер, а это признавали все, кто видел его в этом качестве, или на сцене Иркутского театра, или позже в Авгике на учебной сцене, все говорили, что он был изумительный, очень смешной комик. Но он выбрал изначально профессию режиссера. И, может быть, даже не стоит жалеть, что мы не увидели гайдая именно как актера, потому что его фильмы населили наши замечательные советские актеры, и именно в его фильмах они превращались в таких гайдаев. То есть Гайдай вообще как делал свои фильмы? В режиссерском сценарии он заранее прорисовал каждый кадр, то есть он заранее знал, как должен выглядеть его фильм. Есть такая заезженная фраза французского режиссера Рене Клера «Фильм готов в моей голове, осталось только снять его». Вот эту фразу с полным правом мог сказать про себя и Гайдай. То есть изначально он знал, как будет выглядеть его фильм, а потом просто с помощью всей кинематографической группы он добивался того, чего хотел. И, видимо, именно поэтому ему нисколько не было стыдно или некомфортно смотреть свои фильмы. Наоборот, он смотрел их с чувством глубокого удовлетворения, он видел, что сумел сделать то, что и задумывал. А скажите, а были такие примеры, когда что-то шло не так, не по плану, и режиссерский сценарий на площадке переигрывался, и переигрывался? И вообще импровизация была как-то свойственна Гайдая? Импровизация была, но ее масштабы сильно преувеличены. То есть на самом деле Гайдай был жестким режиссером. То, что прописано в сценарии, то и надо играть. На площадке присутствовали сценаристы, он с ними обязательно согласовывал всякое изменение, но такие изменения, несомненно, были. Но если даже прочесть сценарий, и они опубликованы в некоторых фильмах Гайдая, можно убедиться, что эти изменения незначительны, и в основном его фильмы представляют собой очень точное воплощение того, что было уже прописано в сценарии с самим Гайдаем и его соавторами. А импровизация всячески приветствовалась, поэтому Гайдай любил работать с актерами, которые умели что-то привнести в фильм. Это была не словесная импровизация, а именно трюковая, эксцентрическая. Актер мог с мимикой поиграть или сделать какое-то неожиданное движение. Например, Гайдай был в восторге от танца Миронова, знаменитого, в «Бриллиантовой руке». Вот этот номер «Остров на везение» был, можно сказать, незапланирован. То есть он был отснят, но Гайдай до последнего сомневался. Вроде как вставной номер, который затягивает действия. Но Миронов своей изумительной импровизацией настолько покорил режиссера, что он оставил этот прекрасный эпизод и правильно, конечно, сделал. И потом он часто повторял в интервью. Как жаль, что Миронов среди наших молодых артистов такой один, такой легкий и буквально созданный для жанра эксцентрической комедии. И действительно, других, таких же блестящих в этом отношении актеров практически не было. Никулин был старше, но он тоже, конечно, был прекрасно подготовлен к Гайдаевским съемкам благодаря своей цирковой работе и тоже врожденному комическому таланту. Ну а с помощью остальных актеров, зачастую даже не комедийных, Гайдай на них опробовал просто свою извечную формулу. Я любого заставлю играть и от любого добьюсь того, чего мне надо. И всеми замечательными актерскими работами в его фильмах это подтверждается. А, конкурирующая фирма. Покупаем старые вещи, божья корова. Что вам угодно? Мне угодно продать вам от мертвого осла уши. Что, старые вещи покупаем, новые крадем? И враг бежит, бежит, бежит. Сам дурак! Какие у него были методы работы с актерами? Со всем начинающим актерам он показывал буквально каждую сцену, как надо проигрывать. Вплоть до каждого жеста и до любой мимики. Ну, у него часто снимались молодые начинающие актеры. Например, Наталья Варлей дебютировала в его фильме «Кавказская пленница». То есть, это была ее, вообще-то, не первая роль. До этого был небольшой эпизод еще в фильме «Формула радуги» Юнгольд Хилькевича. Но первая, где она играла главную роль, была абсолютно неопытной, не имела подготовки. И Гайда ей показывал абсолютно каждую сцену. Так что можно смотреть на Варлей в этом фильме и представлять себе Гайдая. Это все его мимика, его жесты, все он поставил. С такими актерами, как Никулин, он работал, понятно, по-другому. Он полагался в большей степени на таких способных и опытных актеров. Но зачастую он все-таки мог сказать даже тому же Никулину «Вот так, пожалуйста, не надо, Юрий Владимирович, это вы будете делать в цирке, а в моей комедии это не допускается». Потом Витцин, тоже один из любимых актеров Гайдая, Витцин тоже мог позволить себе чрезмерное что-то. И тогда Гайдая мог сказать «Это вы будете делать на капустнике в театре, а в нашем кино это не годится». То есть, это был жесткий режиссер, который точно знает, что ему нужно, он приветствовал импровизацию, и если актер предлагал сделать еще один дубль, он всегда соглашался и делал дубль. И потом предлагал актерам, если они сомневались. «Давайте посмотрим все вместе, оценят на материал, и вы сами определите, какой дубль лучше, мой режиссерский или ваш актерский». И актеры чаще всего были вынуждены признать, что именно Гайдаевские находки выражались в наиболее удачных дублях. Поэтому импровизация была, но все-таки основным творцом фильма всегда оставался Гайдай. Более такого перфекциониста и продумывающего буквально все в процессе фильма было еще поискать. И даже в мировом кинематографе, я думаю, таких дотошных в хорошем смысле режиссеров было немного. Спасибо большое, Евгений. У меня последний вопрос. А какой фильм Гайдая вы любите больше всего? Лично я люблю фильм «Двенадцать стульев», поскольку это самый длинный фильм Гайдая, но тем не менее ничуть не уступает его более коротким фильмам. Это двухсерийный фильм по прекрасному роману, и все поклонники романа, я думаю, по сей день могут восхищаться тем, как он гениально Гайдай перенес его на пленку. И в этом фильме, в общем, Гайдай, на мой взгляд, раскрывается во всей своей красе. То есть он не просто очень близко к тексту снимает прекрасный роман, он сумел скрестить его с собственным неповторимым стилем. Видно, как он старается не упустить ничего самого важного из романа, и как он умудрился в двухсерийном фильме, который в общей сложности идет два с половиной часа, показать все основные события романа в своем фирменном супертемпе у Быстрином, со своими привычными трюками. На мой взгляд, в этом фильме все идеально, и интересно то, что это может быть единственная из комедий Гайдая, которую можно отчасти назвать трагикомической. То есть в ней, помимо всегдашнего веселья и жизнерадостности, есть вот эта нотка светлой печали, которая придает именно этому фильму чуть большую глубину, чем прочим его фильмам. Поэтому это образцовый фильм Гайдая, на мой персональный взгляд. Спасибо большое, Евгений, что нашли время рассказать нам о главном герое вашей книги. Вот и надеюсь до новых встреч, до новых ваших книг. Еще много классных советских режиссеров, наверное, ждут своих биографий. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова